Здравствуйте, уважаемые зрители, уважаемые выпускники. Хочу от всей души поздравить выпускников факультета французского языка с успешным завершением этого важного жизненного этапа. В этом году наш факультет показал замечательные результаты. 18 из 48 бакалавров и 6 из 14 магистров завершают обучение с красным дипломом. Мои двойные поздравления, это очень хорошие инвестиции в будущее, замечательный трамплин и, надеюсь, ключ к новым успешным результатам. Но все наши выпускники без исключения талантливы, гордимся всеми нашими выпускниками. Многие из них освоили программы третьего, четвертого иностранного языка, кто-то получил дополнительный диплом об образовании переводчиком. Это тоже очень хороший результат. Некоторые из вас, наверное, продолжат обучение в магистратуре, кто-то поедет учиться в другие страны, когда ситуация позволит, а кто-то из вас предпочтет сразу же после окончания университета строить карьеру. Всем без исключения нашего факультета мы желаем огромных успехов в том, что вы выбрали, в реализации того, что вы задумали. Знания, полученные в стенах нашего университета, безусловно, дадут вам возможность реализовать себя в разных направлениях. Но мы надеемся, что вне зависимости от того, какой путь вы выберете, вне зависимости от того, где в дальнейшем вы будете находиться, вы всегда захотите снова и снова возвращаться к нам, в наш университет, в Московский государственный лингвистический университет и на факультет французского языка. Чтобы быть с нами на связи, я рекомендую всем нашим выпускникам вступать в специальную ассоциацию выпускников. Но на факультете французского языка даже есть отдельные анкеты выпускников факультета французского языка. Заполняйте их, и тогда вы будете в курсе всех наших основных мероприятий. Важно знать, что все выпускники всех лет имеют доступ к интересным и ярким мероприятиям, которые проходят у нас в университете и непосредственно на факультете. Многие из вас уже знакомы с этими мероприятиями, конечно же, это франкофонный Новый год, который традиционно проходит во второй неделе декабря и завершается торжественным чаепитием. Сначала наши студенты готовят праздничный концерт, потом это чаепитие, неформальное общение, и очень часто эти концерты посещают наши выпускники. Кто-то в качестве спикера, а кто-то просто в качестве гостей и любителей франкофонной культуры. Кроме того, в марте месяце специально для выпускников, но и для всех любителей франкофонии на факультете проходит большой концерт, посвященный основанию международной организации франкофонии. У нас, как правило, это вторая половина марта, официальный праздник Дня франкофонии, это 20 марта. Но мы как-то придерживаемся не только календарных праздников, но и дни недели, и обычно эти концерты проходят у нас третью или четвертую среду марта. Конечно, наш прекрасный театр Круассан всегда готов радовать всех зрителей, выпускников, их друзей, членов их семьи красивыми новыми спектаклями. Премьеры проходят обычно после января месяца. Добро пожаловать. Не забывайте о наших кинопоказах на французском языке, о выступлениях ведущих ученых французов, франкофонов, даже иногда англофонов. Интересно о конференциях. Все эти мероприятия, несмотря на то, что вы уже закончили ваше обучение, уважаемые выпускники, для вас всегда открыты. И, конечно, нельзя обойти стороной наши фонетические конкурсы. Многие из вас попробовали себя в качестве участников этих фонетических конкурсов. А, может быть, сейчас вам захочется присоединиться уже и к команде экспертов, профессионалов. В членах жюри у нас всегда зарезервированы места для наших выдающихся выпускников. Поэтому здесь зависит все от вашего желания. Мы будем всегда очень рады вас видеть. Что хочется пожелать вам в этот важный для вас день? Как говорил Флабер, чтобы найти в чем-то интерес, надо в это что-то очень пристально смотреться. Я думаю, за время вашего обучения вы замечательно пристально посмотрелись и в культуру иностранных стран, и в культуру и в литературу, традиции, фонетику, грамматику, стилистику, лексикологию тех языков, которые вы изучали. Конечно, прежде всего на факультете французского языка это французский язык, но и другие ангелистские, немецкие, испанские, итальянские языки. И надеюсь, что этот интерес, который вы приобрели во время изучения этих языков, всегда будет освещать ваш жизненный путь и в дальнейшем будет вас как-то мотивировать к самосовершенствованию. Есть очень интересные слова, я, наверное, попробую процитировать небольшое стихотворение. Ты скажешь, эта жизнь одно мгновенье, ее цени, в ней черпай вдохновение. Как проведешь ее, так и пройдет. Не забывай, она твое творение. Дорогие выпускники, желаю, чтобы ваша жизнь была вашим творением, чтобы концепт счастья, который вы подробно, наверное, узнали уже с лингвистической стороны, был не только концептом, но и был непосредственно частью вашей жизни. Для кого-то счастье, это светлый ум, это восточные страны. Для кого-то, как, например, для французов, всем вам известна прекрасная песня, или улюбленная, или у, то есть это процесс достижения чего-то, процесс достижения цели. Поэтому желаю вам быть всем без исключения счастливыми, успешными, замечательно, уверенно входить с дипломом лучшего университета во взрослую жизнь. Конечно, добро пожаловать в нашу магистратуру, в нашу аспирантуру, но и просто приходите в гости как коллеги, как друзья, как высшие выпускники. Всем всего самого доброго, успехов и удачи. Спасибо. Дорогие ребята, хочу поздравить вас со знаменательным событием, окончанием университета. Позади у нас четыре года учебы, которые прилетели словно один миг. Конечно, не все всегда было легко. Были и бессонные ночи во время сессии, и горы домашних заданий, но мы все преодолевали. Насмеялись, радовались и наслаждались каждым моментом. А теперь же мы бакалавры, и поэтому я хочу вам всем пожелать счастливого дальнейшего пути. Ничего и никогда не бойтесь. И, конечно же, всегда возвращайтесь в Анма-Матре. Дорогие выпускники! Студенческий актив Аккутента Проспускного Музыка поздравляет вас с успешной сдачей экзаменов и отличной защитой диплома. Вы закончили дню в год его 90-летнего юбилея. Гордитесь, храмите и приумножайте традиции нашего университета. Студенчество — это удивительное время. Эти счастливые моменты запомнятся вам на всю жизнь. Итак, ФФИА — это большая семья. Мы всегда ждем вас в гости на мероприятие, которое проходит в стенах нашего университета. Здоровья вам, удачи и счастья! Субтитры создавал DimaTorzok Магистратура ФФИА — это отличная возможность повысить уровень языковой компетенции, углубить теоретические и практические знания в области лингвистики, а также пройти краткосрочную стажировку в стране изучаемого языка. От лица выпускников магистратуры ФФИА 2020 хотел бы выразить большую благодарность всем преподавателям французского языка, а также преподавателям других кафедр МГЛУ за их поддержку, заботу и знания, которые они передали нам в эти два года. Дорогие выпускники! Студенческий актив аппетита французского языка поздравляет с вашей успешной сдачей экзаменов и отличной защитой диплома. Вы закончили МГЛУ в год 90-летнего университета. Гордитесь, храните и промножайте традиции нашего университета. Студенчество — это удивительное время. Эти счастливые моменты закончатся вам на всю жизнь. Итак, ФФИА — это большая семья. Мы всегда ждем вас в гости на мероприятия, которые проходят в стенах нашего университета. Здоровья вам, удачи и счастья! Оглядываясь назад, мы помним дни, когда сдавали вступительные экзамены в стенах нашего университета. Переживали, поступим или нет, увидим ли свои фамилии в списках. И вот, незаметно прилетели эти четыре года, Илья сдал нам фундаментальные знания в области лингвистики и педагогики. Все от надежды и ожидания оправдались. Студенты, а в дальнейшем выпускники МГЛУ у факультета французского языка, выработали необходимые для нашей профессии личностные качества и получили нужные для квалифицированного специалиста умения. Хотелось бы от лица всех выпускников ко старости курса благодарить нашего уважаемого ректора Краеву Ирину Аркадьевну. Благодаря вашей работе, ВУС отвечает за высокое качество образования студентов. Также хотелось бы сказать огромнейшее спасибо декану нашего любимого факультета Сдобновой Юлии Николаевне, а также работникам деканата за их кропотливый труд. Лично для меня ПФИА стал вторым домом. Отдельное спасибо нашим научным руководителям, которые поддерживали, помогали и вели в этом нелегком пути, развивая наши амбиции и стремления. Самые яркие воспоминания студентов неразрывно связаны с учебными занятиями и с теми, кто делает эти занятия возможными. От всей души мы хотим поблагодарить преподавательский состав нашего университета. Мы хотим сказать большое спасибо каждому преподавателю, поработавшему с нами. Кто-то прошел вместе с нами эти четыре года, встретив нас в наш самый первый учебный день и проводив последний. С кем-то мы провели более ограниченное количество времени, но несмотря на то, сколько времени мы провели вместе с вами, каждый преподаватель оставил в душе студента приятные и теплые воспоминания. И я уверена, что каждый студент с улыбкой вспомнит те самые пары с тем самым преподавателем. Поэтому мы хотим сказать вам большое спасибо за ваш труд, за ваши занятия, за ваши смешные и интересные истории, за то, что посвящали нам в свое время вне учебных занятий. Спасибо вам за ваши эксперименты и новые подходы. Спасибо вам за то, что пускали нас в свои тесные аудитории во время нашей учебной практики. И спасибо вам за то, что вы делились с нами своим опытом. Мы от всей души благодарим вас за этот долгий, но очень интересный путь длиной в четыре года. Я, в свою очередь, хочу поблагодарить этот университет, этот факультет за возможность путешествовать. За время обучения многие из наших студентов смогли посетить Францию и Бельгию. Как мне кажется, это один из самых важных опытов в жизни. Не только лингвиста, но и человека, изучающего иностранный язык. Поездки в страны изучаемого языка помогают не только улучшить свои компетенции, но и проникнуться в культуру. В 11 классе на дне открытых дверей я узнала, что у МГЛУ есть большая программа международных стажировок. И решила, что я обязательно воспользуюсь такой возможностью. На третьем курсе я и мои одногруппники отправились во Францию, где провели пять незабываемых месяцев. За это время мы успели не только поучиться, но и попутешествовать, а также обзавестись новыми друзьями. За такую возможность я хочу поблагодарить своих преподавателей и свой университет и пожелать им больших успехов в будущем. Хочется поблагодарить своих одногруппников, с которыми мы очень сблизились за эти долгие и все же быстрые 4 года. Спасибо вам за юмор и легкое отношение к стрессовым ситуациям во время сессии. Спасибо за списанные упражнения по гримматике. Спасибо за совместные походы за кофе в перерыве между второй и третьими парами. Я уверена, что каждый из нас на этом факультете нашел себе как минимум товарища и как максимум близкого друга, с которым он будет продолжать общение и вместе в университетах, и покорять новые вершины. Спасибо за сплоченность, спасибо за поддержку, спасибо за доброту и спасибо за веселое настроение. Наш университет всегда давал нам возможность развиваться творчески. Именно так мы участвовали во многих спектаклях и постановках на русском, английском, французском языках. Там мы уставали и вечером засиживались допоздна, потом возвращались домой, делали домашние задания и возвращались опять с утра в университет. Но при этом все мы все это делали с улыбкой, потому что мы с удовольствием приезжали в нашу небольшую, но новую семью. Театр позволил нам развивать не только языковые навыки, но и творческие. Где же еще можно развивать языковые навыки помимо пары театра? Конечно, на фонетических конкурсах, которые проводятся в нашем университете два раза в год. Я думаю, что это мероприятие обладало определенным шармом для каждого участника. Мы забывали тексты, преподаватели в нас подбадривали, все проходило в теплой атмосфере. И именно это тепло, любовь и вера студентов позволили нам выйти за пределы УГЛУ и занимать первые места на фонетических конкурсах в других университетах. Зачем же был бы университет без научной деятельности? Каждую минуту, каждый час, каждый день каждый из нас занимался научной деятельностью. Кто-то писал статьи, кто-то готовился к конференциям, кто-то помогал проводить эти конференции. Но все это происходило именно благодаря помощи и поддержке наших дорогих преподавателей, научных руководителей. Спасибо вам большое. Мы вас очень любим. Спасибо. 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 Спасибо.